Ты, Боже, призвал тех, кто собрался в этой аудитории и тех, кто будет смотреть эти занятия на экране, Ты призвал к тому, чтобы и учиться, и учить других. С нас большой спрос, на нас большая ответственность, и нам нужно готовиться. Господи, помоги нам прежде всего учиться у Твоих ног. Да будет слава Тебе наш Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну что же, а теперь мы можем уже формально поздороваться. Доброе утро. Доброе утро. Да, давайте начнем с того, что представимся. И я хотел бы вам сказать сразу, что у вас будут домашние задания, и эти задания вы будете выполнять в парах. Я предполагал, что вы будете сидеть вот так, двумя рядами слева и справа, но по каким-то причинам это теперь немножко не так. Ну, ничего страшного, это нормально. Просто мы потом будем все равно делиться парами для работы дома. Я бы хотел каждого из вас попросить сейчас, вот начиная с вас, передний ряд, встать, представиться. И скажите, пожалуйста, какая ваша любимая книга Библии и почему? Если вам трудно найти любимую книгу Библии, ответьте на другой вопрос. Кто ваш любимый из библейских героев и почему? Пожалуйста. Зачанкова Ирина. Мне нравится притча Соломона с самого начала пути, как стала еще до того, как я приняла Христа в сердце. А почему? А не разубедилась, потому что актуально и до сих пор, читая, перечитываю, нахожу, что применимо и на сегодняшний день в моей жизни. Применимо и на сегодняшний день в жизни. Не мешает то, что они такие коротенькие, не связанные друг с другом, такие, знаете, вот короткие высказывания, нету повествований, нету сюжета, не мешает вам это читать? Не мешает, запоминая потом, осмысливаю, думаю, в нужный момент всплывает и легко применить, сказать кому-то, особенно в жизни. Да, и себе применить, и другому сказать, потому как действительно это мудрость, действительно это высказывание слова мудрости. Спасибо большое, Ирина. Губанова Алина. Мне тоже нравятся притчи Соломона, так как в них содержится очень много мудрых изречений, которые идут по жизни со мной. И также мне нравится Иов. Так, я набираюсь много. А у нас будет проект небольшой по книге Иов, на самом деле. Вот я сейчас вас наслали поймаю. Хорошо, спасибо большое. Алина и Ирина, и Алина тоже с нами не в первый раз, поэтому вам тоже будет легче. Ну, большинство из вас с нами не в первый раз, поэтому хорошо. Идем дальше. Меня зовут Губанова Инна, и мой любимый герой из Библии – это Иисус. Так как много и учеников, и много персонажей, которые мы встречаем в Библии. Но Иисус – это подражание, это то, чему мы должны подражать. И то, что Он делает, и та мудрость, которую Он показывает людям, это то, чему должны мы стремиться. Слушайте, я сейчас вас поймаю опять-таки, вот Алину я поймаю потом, через пару дней, а вас сразу. Иисус, вы должны подражать, мы должны подражать. Вы никогда не пытались разгромить лавку в церкви? Лавку, я имею в виду магазинчик церковный. Ну, мы должны подражать Ему в тех добрых делах, которые Он делал. Ага, а это не доброе дело? Это доброе дело, но то, что Он делает для людей, то есть Он говорит Слово Божье, говорит то, что мы должны делать в жизни, то, что мы должны стремиться к тому, чтобы войти в Царствие Небесное, так и мы должны жить. Вот я сейчас хочу сразу предупредить немножко. Вы знаете, это звучало очень хорошо. Да, ни в коем случае не наезжаю. Давайте так сразу договоримся. Мы здесь будем докапываться, докапываться до сути. Я ни в коем случае до вас не наезжаю, потому что то, что сейчас происходит, достаточно такая частая вещь. Прозвучали очень хорошие такие фразы. Мы должны подражать Иисусу. И ни один из нас с этим спорить не будет. Но есть люди, иногда христиане, иногда даже нехристиане, которые нас поймают за руку, когда мы такое скажем. Слушайте, подражайте подражать Иисусу, а вот как же насчет таких-то Его слов? А вот как же насчет ситуации, когда к Нему пришли, помните, как Ему ученики сказали, мать твоей братья стоят, пришли к тебе, вот предполагалось, что Он выйдет, побеседовать с ними, что Он на это ответил? Где Матерь Моя была? Да, да. Споняющая воля Отца, но и Он Небесного. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот тогда, собственно говоря, и начинается герминевтика. Тогда и начинается толкование, тогда и начинается изъяснение текста, понимание того смысла, который Бог хочет до нас донести, той мысли, которую Бог хочет нас донести. И вот вопрос, который я вам задал, Инна, он был совершенно не случайен. Я взял, вырвал из контекста некое действие Иисуса Христа, перенес, причем совершенно необоснованно это перенес, на разгром церковной лавки, потому что ситуация там, конечно, была другой. И говорю, а что, мы тоже в этом должны подражать? А предполагается, что люди, имеющие арсенал приемов герминевтики, смогут на это ответить, сказав, что да, в чем-то должны, допустим, мы не имеем права преграждать другим людям путь к Богу из-за собственной выгоды. Собственно говоря, именно это и делали в Иерусаленском храме, когда во дворе язычников расположили стол именовщиков. Но вы могли совершенно спокойно сказать, что ваш пример по поводу церковной лавки, он неуместен. И еще, сразу используя то, о чем сказала Инна, я буду вас провоцировать. Я буду вам говорить, может быть, вещи, по поводу которых надо будет возразить. Будет иметь смысл возразить. Вот не надо поступать по принципу, помните, как в том старом анекдоте, я хотел сказать «белочка», но все-таки скажу, что это Иисус. Вот рыжая, пушистая, по деревьям прыгает и так далее. А не надо, потому что нам с вами здесь нужно будет думать. Поэтому, когда у нас будет время для вопросов и ответов, оно периодически будет, вы, пожалуйста, высказывайте свои возражения, свои мысли, свои несогласия, может быть, и так далее. Потому что, да, ну и, соответственно, в перерывах мы также с удовольствием всегда с вами сможем пообщаться, обсудить то, о чем шла речь на занятиях. Большое спасибо. Извините, что я вас так невольно подставил. Я думаю, что ни вы первые, ни вы последние. Вот, едем дальше. Никите, Никита. Мне тоже нравятся притчи по такой же причине, как Алиня. Потому что я их перечитываю уже, ну, эту книгу перечитываю не первый раз, и мне все больше и больше интересно она. Потому что для себя я много чего нового узнаю. Каждый раз. И все. Так, Никитин, Никита, глупцу отвечать все-таки или не отвечать? Конечно, отвечать. Отвечать по глупости или не отвечать по глупости? По глупости нет. Нет, по глупости нет, и, конечно, по уму. Да, но у него ума нет, поэтому по его уму не получится. Вот, по понятиям, по понятиям. По понятиям. Да. Хорошо, спасибо большое, Никита. А мы постараемся сделать и так, чтобы наши занятия прошли с юмором. Поэтому, если вам вдруг становится смешно, не надо благочестиво этот смех сдерживать. Ну вот потому, что, значит, вот смехотворство и так далее. Нет, это не смехотворство, это нормальный смех. А в данном случае, вот, и я думаю, что это тоже нам поможет в изучении того материала, который нам предстоит изучить. Предупредяю, материал непростой. Поэтому и шутки, и юмор, я думаю, будут. Меня зовут Вадим Седых. Да. Любимый книг. И тоже наш ветеран. Да. Так. Желучусь с начала года учебного. Так. И вот вопрос. Либо любимая книга, либо любимый персонаж. Ну, любимая книга. У меня в основном книга из Нового Завета. Это книга апостола Якова. Вот она мне нравится очень. Она мне давно нравится, еще с самого начала. Мое восстановление во Христе. Полюбил эту книгу. Вот даже, в некотором смысле, даже озвучил ее наизусть. В этом вы несколько расходитесь не с кем иным, как с Лютером. С Лютером, да. Вы не чувствуете угрозения совести по этому поводу, Вадим? Был против. Да. Из-за того, что мы оправдываемся верой, а не делами. Но мне нравится, что вера все-таки без дел мертва. Вы в этом парадоксе для себя разобрались? Да. Ну, слава Богу. Спасибо большое, Вадим. Персонаж, конечно же, Иисус. Конечно же, Иисус здесь центр вселенной. Иисус именно пример не только для подражания авторитет Иисуса, как верховный авторитет для всех нас. Он авторитет не только в поступках, в его учениях, но и в чувствах. Он во всем присутствует для меня. В любом случае, я стараюсь изо всех сил быть похожим на него. Ну что же, спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Дальше. Меня зовут Саша Гуляева. Я люблю псалтырь. Потому что вместе с Давидом я могу и славить Господа. И самое главное для меня, что я нахожу здесь слова ободрения, утешения. Саша, а вы на музыкальных инструментах играете? Нет. А поете сами? Для себя. В душе или в душе? И там, и там. И там, и там. Да, потому что псалтырь, по большому счету, это сборник песен. Сборник духовных песен, песен хвалы, песен прославления. И вот интересно, что Господь дал эту книгу, как часть Священного Писания, и не сказал, что, ребята, а вот это вот только для музыкантов. Если у вас музыкального слуха нет, то вот псалмы вы, пожалуйста, не читайте, вы там все равно ничего не поймете. Есть люди, которые утверждают, ну вот, чтобы понимать Библию, необходимо особое образование, особый уровень. Да, подготовка, конечно, нужна. Подготовка нужна. Но если рыбаки с Галилейского моря Иисуса поняли, если такие люди неиграющие или малоиграющие, малопоющие, как мы с Сашей понимаем псалмы и любим псалмы, то, честное слово, Священное Писание открыто, Бог сделал Священное Писание открытым для всякого, кто с открытым сердцем, открытой душой его читает. Большое спасибо, что вспомнили эту замечательную книгу, Саша. И давайте последний ряд. Давайте с вас. Наиболее полезный для себя в настоящий момент, вот этот период нашего времени, я считаю, исход. Неожиданно. Да, почему? Потому что те ошибки, которые совершал израильский народ в то время, и как он относился к Богу, мы повторяем сейчас, в настоящее время, если как бы задуматься. Если для тех был Египет, то для нас этот мир, из которого Господь нас тоже вывел. Понимаете? И мы часто забываем об этой благодати, которую сделал для нас Господь, и делаем то же самое. Поэтому, если читать эту книгу внимательно, мы просто-напросто можем многие ошибки исключить из своей жизни. Не повторяя то, что делали они. Вы помните, конечно, известное высказывание о том, что вывести израильтян из Египта было гораздо легче, чем вывести Египет из израильтян. Да, они выходят из Египта. Да, все правильно. А египетская повадка в них остается. Они остаются несвободными. Они, находясь в пустыне, вдруг решают, что в Египте мясо было вкусное. Да, и вот человек, уже став христианином, уже уверовав, уже вкусив того, что дает Святой Дух, вдруг смотрит и говорит, а вот в той моей старой жизни и так далее. И вот Господь напоминает, что на самом деле даже перед нами он еще идет лучше и больше, чем тогда перед израильтянами. Они видели столб христианин. А теперь Господь в нашей жизни с нами, Святым Духом, в нас живет. Это гораздо больше, чем получили. Мы в выгодном положении находимся и все равно делаем то же самое. И все равно, и все равно. Вы, предпринимите, уходит всякое желание сказать, вот они такие сякие, а вот мы, вот у нас все лучше. У нас те же проблемы бывают. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Это очень важно, кстати говоря, и в плане герменевтики, и в плане толкования. Мы с вами будем говорить и обсуждать вопрос о том, вообще сколько смыслов бывает, сколько значений бывает у библейского фрагмента. Спасибо. Едем дальше. Здравствуйте. Мой любимый персонаж – это Иисус. Я тоже так считаю, что он должен быть примером, он должен быть подражанием в нашей жизни. Примером для подражания, да? Да, и как бы я хочу учиться у него. И моя любимая книга – это Матфея, Лука, потому что как я могу учиться, не познать Библию, его действия, я хочу познавать, как он действовал, как он шел по жизни. Я хочу брать примеры. Брать пример с Иисуса. Да, это здорово, это серьезно, это важно. Вот единственный способ, Юля, для нас с вами, не знаю про других, догадываюсь, что у других то же самое, но для нас с вами единственный способ жить христианской жизнью – это позволить Иисусу жить в нас и через нас. Потому что каждый день встаешь и думаешь, вот как-то сегодня не хочется. Не каждый день, но часто такое бывает. А потом просишь, Господи, войди, живи в мою жизнь, действуй во мне, трудись через меня. И он меняет, он меняет твое состояние, твой разум. Это очень важно, очень здорово. Спасибо большое, идем дальше. Меня зовут Говоров Андрей. Андрей. Да, книга Ветхого Завета для меня самая любимая из Библии – это Псалтырь. И именно Псалма Давида, как бы для меня пример для подражания, потому что сам по себе я человек лирически настроенный, оптимист. И поэтому то утешение, которое Бог мне дает на данный момент, я как бы воплощаю в Псалмах прославления, хвалы, такие подъемы мне дают. Из Нового Завета тоже книга «Евангелие от Иоанна». И Иоанн более приемлем для меня, как в духовном плане. Да, ну с приемлемым здесь, скажем так, более понятен, более близок, потому что иначе мы оказываемся такими судьями. Вот это для меня приемлемо, а этот неприемлемо. Это их проблема. А понятен, непонятен, это пока еще моя проблема. Знаете, что происходит с нами? А вот в процессе нашего духовного созревания, нашего духовного взросления, вот те книги, которые казались непонятными, со временем становятся более близкими, более понятными. То есть вот то, что вы сейчас говорите, вот это моя любимая книга. Я подозреваю, что может быть лет через пять, через десять какая-то другая книга станет вашей любимой. А может быть вам вообще сложно ответить на вопрос, какая моя любимая книга Священного Писания? Потому что, ну знаете, как спросить человека, какую музыку ты любишь? Ну это зависит от обстоятельств, это зависит от моего настроения. Я разную музыку люблю. Называть любимую музыку или любимого композитора бывает сложно. Так же и с книгами Священного Писания. Совершенно верно. Я с вами полностью согласен. Но вы потребовали вопрос, чтобы мы выбрали. Да, и вы выбрали. Она говорит, что ты кощунся, но вообще выбирать любимую книгу из Библии. Вот так вот она говорит. Вот по той самой причине мудрость у вас. Потому что все Писание Богодухновенное и полезное. Да, вы не выбираете самую Богодухновенную книгу, вы бы, естественно, поскольку она все Богодухновенное и полезное, а выбираете ту книгу, которая ближе, может быть, с удовольствием. По состоянию вашей души. Да, по состоянию вашей души. Нашей души. И именно поэтому, наверное, это одна из причин, по которой Бог дал четырех евангелистов. У каждого из них свой голос, у каждого из них свои особенности. Ну, примерно то же самое, как, допустим, в церкви есть несколько проповедников, и кому-то из членов церкви ближе к проповеди одного из них, кому-то ближе к проповеди другого из них. С той лишь разницей, что ни одна проповедь не может считаться целиком дословно Богодухновенной, как Священное Писание. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Вот мы с вами немножко познакомились. Значит, давайте сделаем следующее. Откройте, пожалуйста, 14 главу Деяния апостолов. Деяния апостолов, 14 глава. Павел и Варнава находятся в своем первом миссионерском походе. И вот они приходят в город, где немало язычников. Шестой стих у нас с вами пока. Они, узнав о сем, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их. И там благовествовали. Дальше мы читаем об исцелении, чудесном исцелении, которое производит Бог через апостолов. И вот 11 стих. А я напоминаю, что народ-то, в общем, языческий. Наверное, иудеи там тоже были. Но это такая смесь иудеев и язычников. И, скорее всего, тут собрались именно язычники. Потому что нормальные иудеи не сделали бы того, что сделали люди вот в этом фрагменте. Кто первый откроет, пожалуйста, прочитайте 11 и 12 стихи. 11 и 12 стихи. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-локаински. Боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Еремеей, потому что... Нет, Ермем. Ермем. Ермем, потому что он начальствовал в слове. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, самые сообразительные из вас. Какое отношение имеет 12 стих к нашему курсу? Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com 12 стих имеет самое непосредственное отношение к курсу герминевтики. Какое? Хотя бы идеи, догадки. Странные имена нуждаются в переводе. Странные имена... Ну так, вы уже часть нащупали. Начальство условий. Начальство условий. Имена нуждаются в переводе. Герминевтика. Может быть, кто-нибудь хотя бы с озвучи услышал? Зерс. Зерс. А второй? Второй тут. Ермий. Кто такой Ермий? В русском переводе Ермий. В других переводах? Ермий, наверное, этот... А ни у кого нет других переводов, кроме синодального, с собой? Нет. Потому что в других переводах вы увидите здесь другое имя. Гермес. Кто-нибудь помнит... Понятно, что язычниками, слава богу, ни один из нас не был. Вот в этом понимании, в древнегреческом понимании. А кто-нибудь помнит, чем занимался Гермес? Торговлей. Торговлей. И поскольку он был близок к людям, у него была еще одна очень важная функция. Гермес передавал людям информацию, сообщения от богов. Вот олимпийские боги, когда они хотели людям передать некую весть, иногда хорошую весть, но чаще всего не очень хорошую весть, делали это как раз через Гермеса. Русский перевод словом ермием. Именно отсюда произошел греческий глагол херменюо. То есть гермесствовать, толковать, истолковывать Божье слово, истолковывать Божью волю. Кстати говоря, ведь эти самые люди, эти самые язычники кое-что поняли. Они неправильно поняли, но рациональное зерно у них определенное было. Кого они назвали Ермием? Павел. Чем потом на протяжении всей жизни апостол Павел занимался? Благовестовал. Благовестовал. Он разъяснял, он изъяснял людям Божью волю, Божий план в спасении. То есть в чем-то они были правы. Другое дело, что они стали им кланяться как богам, и по этому поводу были очень четко и ясно одернуты. Помните, что напомнили им Павел и Ванава? Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки. И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю. И так далее. Но на самом деле слово герменевтика имеет свое происхождение именно здесь. Это толкование, провозглашение Божьего слова. Обращаю ваше внимание на толкование, на термин толкование. И многие из вас были на наших прошлых занятиях. На самом деле наш курс герменевтики – это третья из серии курсов. И мы строим то, что будет говориться здесь, на материале наших прошлых двух курсов. Помните, мы с вами занимались библиологией, библеистикой. Мы говорили о природе Божьего слова, мы говорили о передаче Божьего слова от Бога к человеку. У нас было четыре стадии передачи слова от Бога к человеку. Мы говорили об изучении слова Божия, отдельный курс. Помните три шага изучения? Кто может перечислить их быстренько? Наблюдение, толкование и применение. Совершенно верно. И на протяжении этой недели мы с вами будем в основном говорить о втором шаге изучения Священного Писания, о толковании, потому что герменевтика – это и есть толкование. Зачем же нам вообще заниматься герменевтикой? Почему нельзя просто взять Священное Писание, открыть и читать спокойно, без всяких правил, без вычленения каких-то закономерностей? То есть, зачем заниматься тем, чем мы с вами будем заниматься? Что мешает нам просто взять и читать, и полноценно понимать Библию? Те из вас, кто были на предыдущих курсах, знают ответ на этот вопрос. Я надеюсь, что мы сможем его вспомнить вместе. Что мешает нам сегодня прочитать Священное Писание без особой подготовки? Пожалуйста, это вопрос к вам. Просто кто знает, начинайте говорить вслух. Можно руку не поднимать. Ну, вот представьте себе, что, допустим, есть некое письмо, написанное 2000 лет назад каким-то другим получателем, не нам с вами. Другим людям 2000 лет назад. Или есть песня, которую сочинили 3000 лет назад. Или есть история, которую рассказали 3500 лет назад. Что мешает нам сегодня просто взять их и прочитать, и все понять. Зачем нужны какие-то дополнительные исследования, зачем нужна дополнительная подготовка? Просто не зная дополнительных исследований, можно неправильно толковать прочитанное это раз. Ну, почему? Ну, там же написано. Нужно знать исторический фон, нужно знать культуру этого народа, нужно знать еще многие-многие вещи, чтобы правильно поставить акцент. Да, без понимания историко-культурного фона не поймешь другой народ. Да и свой народ не всегда поймешь. Я приводил как-то пример, когда я только-только начал переписываться с заграницей, с друзьями, с братьями и сестрами за границей. Моя бабушка, очень тогда уже была пожилым человеком, она 23-го года рождения, жутко испугалась и сказала, не вздумай. Я говорю, почему? Она говорит, посадят. Я говорю, кто же их посадит? Она говорит, не их, а тебя. Я решил, что посадят их, потому что они живут там на Диком Западе. Их могут посадить за то, что они переписываются с Советским Союзом и так далее. Ее однословное ответ «посадят» для меня означало, что их посадят за переписку с Советским Союзом. Я догадался, что, скорее всего, этого не будет. Она имела в виду совершенно другое. Она боялась, что посадят меня, потому что она еще хорошо помнила свою молодость в 30-е и 40-е годы, потому что она еще хорошо помнила сталинские времена. И вот это в ней засело. Значит, даже однословную фразу, однословное высказывание моей бабушки, в общем-то, нашей современницы, я не мог понять без специальной интерпретации, без учета исторического фона. Что уж говорить о Священном Писании, которое я писал существенно раньше, и где исторических отличий, культурных отличий существенно больше. Не говоря уже о том, что язык-то другой. Нужно переводить на русский язык с тех языков, на которых в Библии написано. Есть ли еще какие-то причины, которые заставляют нас заниматься толкованием? Даже зная язык, можно не понимать значение этого слова. То есть оно может нести множество значений. Меня убедила однажды, я смотрел фильм, прибалтийская девушка познакомилась с русским парнем, их две подруги были и два парня. И вот она жаловалась другому, говорит, я хорошо знаю русский язык, но я очень часто его не понимаю. Вот он меня вчера назвал молоток. Молоток. Да. Понимаете? Да. Что значит это самое слово молоток? Почему? Какие гвозди забивать? То же самое и здесь. И то же самое и здесь. Совершенно точно. Хорошо. Еще что-то есть? Какие-то мысли по этому поводу? Ну, пожалуй, самое главное вы сказали. Еще одну вещь, которую я хотел бы здесь вспомнить с этим. Это книга Ездора. И давайте посмотрим с вами. Ездора, 7 глава, 10 стих. Это известное место. То есть Библия нам советует. Да, Библия нам советует этим заниматься. Вот не просто читать, а там использовано слово изучать. Но есть еще одно важное слово. Ездора, 7, 10. Это, пожалуй, золотой стих. Если бы в данном курсе мы требовали, чтобы вы выучивали стихи наизусть, Ездора, 7, 10 в этом списке обязательно бы был. Кто прочитает? Потому что я расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Обратите, пожалуйста, внимание на эту последовательность. И вот эта последовательность на самом деле применима для каждого из нас. Сначала изучать закон Господень, вникать в него, понимать его. Потом обязательно исполнять. И уже потом, после этого, учить в Израиле закону и правде. Это вещи неразделимые. И, собственно говоря, вы помните, что именно во времена Ездоры израильтяне собрались и им всем вместе, всему израильскому народу, читался закон Моисеев, читалась книга, которую нашли в храме. Ее читали, ее изъясняли, ее истолковывали. То есть во времена Ездора пришлось истолковывать закон Моисеев, потому что время прошло, потому что многие израильтяне и язык-то забыли. Они уже говорили на языке более близком, карамейском. Потому что времена во многом изменились. Но смысл Священного Писания, смысл Книги Божией не изменился. Но теперь она уже нуждалась в толковании. Значит, мы занимаемся гербеневтикой прежде всего не потому, что хотим просто возрасти в знании. Не потому, что хотим наполнить свою голову чем-то таким интересным и замечательным. Не потому, что хотим блеснуть словечками, латинскими, греческими словечками, для того, чтобы поразить окружающих своей интуицией. Нет, мы изучаем священную письмо, мы занимаемся гербеневтикой именно потому, что хотим изучать и исполнять Божие Слово, и учить Божие Слово окружающих людей. Вот смысл наших с вами занятий гербеневтикой. Это процесс, который требует от нас серьезного усилия, который требует от нас серьезной сосредоточенности, который на самом деле не так просто дается. Наш курс — это, в общем-то, обзор, это введение в гербеневтику. Мы не сможем, например, заниматься исследованием текста на языках подлинника. Многие преподаватели гербеневтики скажут, что гербеневтикой текста нужно заниматься именно на первоначальных языках, еврейском, арамейском, греческом. Мы этого сделать не сможем. Мы не сможем говорить подробно о всех тонкостях данного вопроса. Однако мы сможем познакомиться с некоторыми базовыми принципами. Базовыми принципами того, как найти значение библейского текста. Очень советую вам книжку. Она так и называется «Герменевтика». Фамилия автора — Верклер. Многие из вас, я думаю, видели. Эта книжка достаточно известная. Ее можно найти в христианской библиотеках, ее можно найти в интернете. Некоторые материалы я буду брать оттуда и из других книг тоже. Как мы с вами будем заниматься герменевтикой? Сегодня у нас первый вводный день, вводная часть курса. Мы будем говорить о предмете герменевтики, о задаче герменевтики, как мы уже начали, собственно говоря. И сразу после этого краткого введения мы будем говорить об основных вопросах герменевтики. В конце, к концу нашего сегодняшнего дня мы придем к тому герменевтическому методу, к тому методу толкования, которым пользуется сегодня большинство евангельских христиан. И сформулируем основы этого метода толкования. Это называется общая герменевтика. Завтра мы с вами начнем разговор о конкретных литературных жанрах. И я постараюсь сочетать и приемы общей герменевтики, и приемы частной герменевтики. Завтра речь у нас с вами пойдет о ветхозаветном повествовании, причем подробно, куда подробнее, чем мы это делали в предыдущих наших курсах. И законе, который дал Бог Израилю. Как истолковывать ветхозаветное повествование, как истолковывать закон. В среду мы с вами подробно будем говорить о поэзии. Ветхозаветная поэзия, прежде всего. В Новом Завете тоже есть поэтические вставки. Но нас будет прежде всего интересована ветхозаветная поэзия. И подробно мы также будем говорить о пророческой литературе. В четверг мы поговорим о некоторых жанрах Нового Завета. И опять-таки мы будем говорить с той точки зрения, которой мы еще не касались, с которой мы еще не смотрели на эти вопросы в наших предыдущих курсах. В пятницу, наше последнее занятие, наш последний день нашей работы, мы будем говорить о типичных ошибках, которые совершают толкователи. и типичных ошибках, результаты которых на самом деле переносятся из проповеди в проповедь, из одного занятия воскресной школы в другое. Мы будем говорить о вещах, которые некоторым из вас покажутся неожиданными. Разве вот этот фрагмент священного писания не имеет такого-то значения, скажете вы. Но я слышал, но мой пастор говорил. Я хочу вас предупредить вот о чем. А все мы иногда ошибаемся. В этих курсах мы, преподаватели, тоже иногда ошибаемся. Тем, кто смотрит на видео, легче, потому что большинство наших преподавательских ошибок вырежут операторы. Но и операторы тоже иногда ошибаются. И пасторы тоже иногда ошибаются. Есть лишь один, кто никогда не ошибается, это Бог. Есть лишь один безошибочный источник информации. Это Божье Слово. Вот все, что мы с вами говорим, все, о чем у нас с вами идет беседа, сопоставляйте, пожалуйста, со Словом Божьим. С тем, что непосредственно говорит Слово Божие. Теперь, каждому дню у нас с вами будут домашние задания. И я попрошу вас работать в парах. В конце сегодняшнего дня я сдам каждой из наших пар задания на завтра. И завтра вы устно будете отвечать, причем отвечать будете перед камерой, для того, чтобы и другие видели. Я понимаю, что некоторым боязно. Я понимаю, что некоторым, ну, как-то неуютно, что ли, работать перед камерой, отвечать перед камерой. Но, уверяю вас, ничего страшного в этом нет. Это нормально. Вот попробуем таким образом заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!